Я буду говорить про некоторые принципиальные методологические вещи. И в том числе, если у кого-то будут вопросы, я не очень хорошо знаю финскую реформу, но то, что я успела посмотреть, то, о чем я буду говорить, это немножко другое. Хотя эти вещи все очень близкие, и то, что они сейчас пытаются сделать в Финляндии, отчасти повторяет опыт 20-х годов, который был в Америке и в СССР, так называемые Дальтон-проекты, такого свободного обучения. Но это не совсем то, и за этим стоит совершенно другое теоретическое основание, и некоторые другие импликации практически. И вот это как раз цитата из статьи Аарона Абрамовича, она мне очень нравится. Это правда. Школьный день обычного человека, который учится не только в нашей школе, но и в большинстве школ, которая какую-то европейскую систему образования переняла, он выглядит вот так. И действительно все учатся и не повреждаются в рассудке. И мы сейчас поговорим, почему это возможно. И эта система существует со времен Яна Амаса-Каменского, несколько столетий, когда он придумал урочную систему. И урок, как некоторый кусок знания, он оказался вписан еще в некоторый предметный такой контекст. То есть там вот время выделено на то, чтобы учились писать, время выделено на то, чтобы учились читать, время выделено на то, чтобы учились считать. Соответственно, когда нарастали какие-то необходимости другое знание получать, то выделялся кусок еще для вот этого знания, для вот этого знания и так далее. И вот это на самом деле называется не предметная система, а предметно-урочная система. То есть вот это деление содержания, оно очень привязано к делению по времени и по часам. И любая образовательная система, она очень сильно зависит от этой часовой сетки. И те, кто к этому близок, они знают, это страшная борьба вообще. Каждый новый учебный план в министерстве это бойня, потому что там приходят предметники разных направлений, начинают говорить, у нас плохо знают родной язык, у нас плохо знают математику, нам совсем нет никакого там арта. И каждый пытается еще какой-нибудь час себе оторвать, а часов ограниченное количество, и там периодически какие-то перекройки происходят, которые на самом деле принципиально ничего не решают, потому что сама система, она классно-урочная. И в общем-то еще в 20 веке, в начале века с этой системой пытались уже некоторым образом бороться разные педагоги, в основном те, кто базировался на идеологии прагматизма. И это то, что роднит вот эти эксперименты 20-х годов с тем, что сейчас в Финляндии происходит, они как бы тоже апеллируют к практической необходимости того, что они делают, но за этим стоит немножко другой концепт. У нас этот Дальтон-план в нашем общественном сознании увязан в ироническом таком контексте со знаменитым описанием, которое есть в романе Каверина «Два капитана», если кто-то помнит. Там как раз главный герой учился в детском доме по вот этой системе, которая тогда была довольно широко распространена, называлась «Дальтон-план» или «Бригадный метод», и он его описывает, ну как я уже сказала, с иронией. На самом деле «Дальтон-план» не совсем, конечно, так выглядел в идеале, то есть это некоторая индивидуально ориентированная система обучения, которая предполагала, что ученик сам себе, и отчасти это система в современной высшей школе, в американской, когда студент сам себе выстраивает расписание, она в какой-то степени отражается. Смысл этого подхода был в том, что ученик пытается как бы заказать учителю темы и предметы, которые ему интересны, и выстраивает себе некоторый план, учитель должен на это отвечать. Понятно, что запрос к квалификации учителя в этом случае чрезвычайно высокий, хотя на самом деле он вроде бы как выглядит как фасилитатор, который там ученика направляет и так далее, но поскольку учитель это, кто бы что ни говорил, это массовая профессия, и в Финляндии это проблема. И когда вы готовите человека к массовой профессии, вы не можете ожидать, что он будет обладать какими-то очень высокими, экстраординарными умениями. И в Финляндии с этой проблемой справляются тем, что, во-первых, там действительно очень высокая зарплата, и квалификационные требования там надо иметь в степени ниже магистра или доктора наук, чтобы устроиться в школу учителя. И тогда можно ожидать, что да, учитель будет соответствовать тем требованиям, которые у них предъявляются программы. И тем не менее, вот этот Дальтон план, где пытались скоординировать запросы учеников, предложения по каким-то предметам, или там собирались дети в бригады так называемые, то, что сейчас отчасти повторяется в форме проектного обучения, он был в 20-е годы довольно популярный, но потом вместе со всеми консервативными изменениями, которые сворачивали революционные начинания, он тоже был свернут, и школа превратилась в такой более классический, гимназический такой вариант классического образования. Но надо сказать, что действительно запрос к педагогу при внедрении этого метода очень высокий, и система с ним не очень справлялась. Ну и я мимоходом скажу, что вот в статье как раз «Школа Т» у Рона Брамыча, у него то, что он предлагает, он большие надежды возлагает на интернет. То есть, возможно, в 20-е годы это всё-таки это что? Это надо было учителю, как он в статье пишет, идти на каждый урок со стопкой каких-то книг и энциклопедий, и там с учениками разбираться по поводу совершенно разных вещей. Сейчас это можно одним кликом на телефоне произвести, и возможности, которые открываются с использованием технологий, они действительно позволяют уже какие-то надежды строить по поводу того, что систему можно менять. Ну, это я, собственно говоря, уже сказала, то есть это из какой-то энциклопедии я скопировала определение, что такое было. Дальтон План. Ну, и смысл этого Дальтон Плана в том, чтобы уничтожить вот эту классноурочную систему, которая знания раскладывает по определенным ящикам. И проблема в том, что эти ящики потом очень плохо между собой сообщаются, и даже хорошо образованный человек, то есть нужно действительно быть, как-то подняться над этим шкафчиком, чтобы научиться все эти там или несколько ящиков открывать одновременно и использовать то, что там лежит. Во многих случаях оно так и остается храниться по коробочкам, и использовать это не получается. Надо сказать, что еще в 1932 году в Кыргызстане был выпущен такой, не совсем правильный перевод, мне сказали, это буква «Естествознание» называется. Такая книга, автор которой знаменитый кыргызский педагог, имя которого носит наш педагогический университет, Ишналы Арабаев. Это оригинальная обложка того, как он выглядел, он был написан на латинице. И надо отдать должное сотрудникам университета Арабаева, они нашли каких-то спонсоров и переиздали эту книгу. Кыргызщане переписали его латиницей, и они в иллюстрации, которые были очень бедные и черно-белые, естественно, не очень современные, там 1932 года, они поменяли немножко иллюстративный материал, но нумерацию и смысл картинок они все сохранили. И примерно это выглядит вот так. То есть это вот в одной книге есть информация и про космос, и про сельское хозяйство, и про историю, и про эволюцию там есть, и про организм, и про телеграф, в общем, про все на свете. Я, к сожалению, не читаю по-кыргызски, но совершенно, ну даже для меня очевидно, там пролистать эту книгу, понятно, что это такой интегрированный учебник, который сделан не по предметному принципу, а который некоторую целостную картину знания ребенку пытается предоставить. И как бы, ну моя личная реконструкция такая, что в 1932 году все вот эти знания, которые в этом учебнике были, они предполагали, ну как бы такой слом традиционного сознания, который показывал какие-то, ну научный подход в широком смысле, который объяснял какие-то загадочные явления, которые детям непонятны, или которые они там с каких-то религиозных или мифологических позиций, там какие-то объяснения получали дома, в этой книге они могли посмотреть, что вот да, вот так планеты, звезды, это вот такие вещи, они вот так вращаются. Можно общаться на расстоянии с помощью телеграфа, можно там удой коров повысить на основе науки, организм, он функционирует вот так, а не там, не так, как удо говорит, да, когда он бесов изгоняет, или еще что-то такое. То есть там достаточно такой, опять-таки, я думаю, что и на базе популярного тогда еще, то есть в 1932 году уже все сворачивалось, но вот мы со штабом как раз разворачиваем такую идею, что здесь-то на периферии все было немножко лучше, еще в 1932 году можно было в соответствии с дальтым планом издать учебник, который явно базируется на идеях такого интегративного предъявления знаний ученикам. То есть такой вот букварь естествознания, это наш родной совершенно как бы кыргызстанский опыт, написанный на кыргызском языке учебник для советской школы. И советская школа, она тоже как бы носила эгалитарный характер, то есть все дети имели доступ к этому букварю. И мне еще нравится, что он букварь, то есть это предполагает некоторые базовые какие-то познания, грубо говоря, по природоведению, это, наверное, так вот в нашей такой советской системе учебник, но он был первый, и он толще гораздо, чем природоведение для начальной школы, и более такой комплексный и сложный. То есть я думаю, что его предлагали там и старшеклассникам, и, может быть, взрослым тоже на каких-то курсах или еще где-то, где грамотности обучали. Он такой не для младшей школы учебник. И на русском я его не видела, но я думаю, что он как раз был ориентирован. К сожалению, ситуация до сих пор такая еще сохраняется, что на русском языке доступ к разного рода информации был гораздо лучше, и в 1932 году, наверное, это была такая же ситуация, чем на кыргызском. И в этом смысле я считаю, что это революционное было действие, что такой учебник был написан, и он был использован. И там оригинальный, видите, он вообще на латинице еще был сделан. А сейчас его, когда переиздавали, его кириллицей с современными правилами кыргызского языка переписали. Вот про что я хочу, собственно, говорить. У нас сегодня, поскольку тема все-таки скорее про будущее, а не про прошлое, мы отдали прошлому уже какую-то дань. Еще немножко сейчас вернемся. Но, в общем-то, это то, что ориентировано в будущее. Я сейчас сделаю небольшое отступление, и я хочу сказать, что можно говорить о том, что в школе присутствуют, по крайней мере, три типа логики. Может быть, их больше, но я буду говорить про три основных, которые присутствуют в школьном обучении. Ну и вообще в нашей жизни можно их легко обнаружить. Это предметная формальная идеалектическая логика. Предметная логика, вообще говоря, это логика, которая описывает то, что мы привыкли называть ассоциативным мышлением. То есть, когда мы собираем какие-то предметы в кучку в соответствии с ассоциациями, это не просто так происходит, а в этом есть определенная логика. И эта логика, ее описал, она называется, ну, вернее, он ее не описал, он ссылается на работу одного антрополога, Джек Лейков, известный когнитивист американский. Он эту логику описывает в связи с некоторыми другими своими соображениями. Он ссылается на работу одного антрополога, который изучал языки племени Дьирбал в Австралии. И вот исследователь обнаружил, что там перед разными предметами ставятся артикли. Четыре артикля там существует. И он сначала был страшно смущен, потому что, ну, видно, что правил особых нет. Люди все ставят эти артикли. И он, изучая этот язык, он все время путался, потому что он никак не мог ухватить, с чем это связано. К сожалению, я не сделала этот слайд, но примерно так там, скажем, огонь, жаркая погода, стрела, часть животных, хищных, они с одним артиклем. Луна, там, ночь, вода, змея, еще там какие-то вещи, они с другим артиклем. Деревья, фрукты, там, урожай, они с третьим артиклем. И еще какие-то слова, они вообще с четвертым артиклем. И у него от него довольно много времени, чтобы понять, что на самом деле он это назвал принципом сферы деятельности. То есть, вот этот первый артикль, и это были в основном, как бы, мужчина тоже с этим артиклем употреблялся. Это был принцип сферы деятельности, который связан с охотой. Кстати говоря, рыболовство, оно с женским, то есть, если мужчина рыбак, то ему приписывался женский артикль, потому что, как бы, все, что связано с водой, оно из другой категории было. Там смысл, как бы, вот этой категоризации, он не такой формальный, к которому мы привыкли, а он реально, как бы, связан с опытом. То есть, буквально с набором ассоциаций, который возникает, когда ты это слово употребляешь. То есть, с каким-то таким семантическим облаком, но это облако с деятельностью, с практической связанным. Или там, допустим, дерево, если вы пошли там собирать плоды, то вы третий артикль употребляете, то есть, с фруктом. А если вы его пошли на дрова пилить, то с четвертым. Дерево одно и то же. У него разные, как бы, функции. Вы его по-разному хотите употребить, артикль при этом меняется. Так же, как там один тот же мужчина, когда он рыбу ловит. У него там другое, чем когда он находится. Или ночью там другое, чем днём. И Лейков сам эти идеи обращает... У него одно время было много работ, и он ссылался тоже на другие работы, вот Элиану Рош, на то, что формальная логика — это не единственная логика, которая определяет наше мышление. Есть некоторые типы формирования понятий, которые не по существенным признакам производятся, а так называемая логика прототипа существует. То есть, вот, если я вас попрошу, как бы, понятие собаки или птицы сейчас описать, что у вас возникает в голове, честно. Но на самом деле он адресуется к тому, что большинство людей, прежде чем двинуться в формальное описание, там, допустим, собаки, оно воображает среднюю такую собаку, то есть док не пойдёт, чихуахуа не пойдёт, вот лайка пойдёт, например. Вот примерно вот такое существо — это то, что соответствует собаке. То же самое там про птицу, когда мы думаем. Орёл — это как бы, уж не говоря про страус, большая птица. Там, калибри — это маленькая, воробей — тоже маленькая. Соловей, там, не знаю, кукушка, вот птица, как бы. Это некоторый прототип, относительно которого мы потом это понятие определяем, но какие-то признаки там, летает, не летает, что, оказывается, тоже не очень существенно, потому что не все птицы летают. Перья, крылья, там, и всякие другие вещи — это следующий шаг. Но отталкиваемся мы от некоторого прототипа, и он рисовал такие концентрические круги, и говорил, что вот одеть, например, для них бабочка — это тоже вариант, вообще говоря, птицы, но очень далеко отстоящий от прототипа. Страус тоже довольно далеко отстоит от прототипа, он большой и не летает. Те, которые ближе к этому ядру, они как бы нам легче опознаются, как птицы. И вот этот тип логики, который связан, ну, грубо говоря, с ассоциациями, вот он называется предметный. Формальная логика — это логика категоризации именно как раз уже по признакам, когда мы говорим, а, четыре ноги там, шерсть теплокровная, там, ликопитающая, гавкает, не знаю, еще что-то, нюхает хорошо. Жан Пиаже, тоже знаменитый психолог, который занимался развитием интеллекта, он показал, что в определенный момент дети от вот этой предметной логики переходят к формальной, он не пользовался этими терминами, но сам эксперимент говорит за себя. То есть вот он, например, давал такую гору игрушек детям и говорил, разложи по группам, как разложи игрушки. И маленькие дети, они игрушки складывали, там, кухня, спальня, там, не знаю, детский сад, там, что-то такое, двор. И они там каких-нибудь мишек или кукол они помещали в пространство вот вместе со столами, со стульями, с какими-то еще вещами. Дети, которые уже пошли в школу постарше, они уже раскладывали, как их в школе научили, куклы, мягкие игрушки, там, звери, мебель, посудка, больничка и какие-то вот такие вещи. То есть это совершенно другой уже тип категоризации. Но нельзя сказать, что первое, что эта логика плохая, она нормальная. Но она еще не достигает определенного уровня абстракции, который требуется. И третий тип логики, это дилектическая логика. Это логика, связанная с тем, что там, где формальная логика достигает своего предела, мы знаем, что формальная логика, она с противоречием не работает. Там существует правило исключенного третьего. То есть один и тот же предмет, он а и не а одновременно быть не может. А в жизни все не так, как известно. Дилектическая логика, это логика, которая позволяет этот тупик преодолеть и что-то с этим делать. И там существует определенная операциональная часть, так же, как и в формальной логике, и в предметной. Ну, скажем, вот в предметной логике, если мы будем говорить о прототипе, мы можем говорить... Ой, в предметной логике, если мы будем говорить об операциях, мы можем говорить, наверное, о прототипе, допустим. Может быть, еще какие-то... Ну, об ассоциациях, как о механизме, который это описывает. Формальная логика это категоризация по признакам и рассуждение в форме силогизма, который Аристотель описал. Если один, то два, если два, то три, значит если один, то три. То есть известная такая вещь. И она подчиняется определенным правилам и не допускает некоторых несоответствий. Диалектическая логика, она в этом смысле более демократическая, то есть там можно нарушать некоторые правила, в этом смысле она более продуктивная. И если нам что-то надо придумать, средствами формальной логики придумать нельзя. Средствами формальной логики можно проверить. Напортачил ты, когда ты придумывал или нет. Но нельзя произвести новое знание средствами формальной логики. Ты новое знание можешь произвести только когда ты столкнулся с проблемой и тебе ее надо решить. А проблема это всегда ситуация противоречия. И собственно твоя способность пользоваться дилектической логикой это твоя способность эту оппозицию ключевую какую-то выделить, произвести с ней какое-то действие, решить проблему и на этом месте получить новое знание. Формальная логика этого не позволяет. Но если ты вдруг придумал какую-то идею, то проверить рабочая она или нет, проверять ты будешь средствами формальной логики. То есть пошагово посмотреть, может ли это так быть, правда ли это возможно, почему, искать аргументы, подтверждения и так далее. И здесь уже вступают в ход разные тоже такие известные законы индуктивного или дедуктивного рассуждения. То есть мы полагаемся на какие-то типа аргументации в этом смысле, но это уже проверка. Это не производство нового. Если мы что-то произвели, какую-то новую идею, это неформальный путь. И я могу сослаться на свою собственную диссертационную работу. Я исследовала типы логики у детей разных возрастов. И я могу сказать совершенно точно, что наша школа, но Америку не открою, она ориентирована на тренирование только одного типа логики. Предметная и формальная, ой, и диалектическая логика, они тренируются по ходу дела, как некоторые вспомогательные. Они совершенно, поскольку они необходимы для того, чтобы мышление происходило, они там присутствуют. Но они специально не... нет заданий, чтобы тренировать именно их. Все задания направлены на тренировку алгоритмов и на тренировку категоризации, которая связана только с формальной логикой. Поэтому репертуар категорий, с которыми люди работают, и тех операций, которые они с ними производят, он довольно бедный в итоге, когда дети школу заканчивают. Например, если тренировать диалектическую логику специально... И у меня там были такие дети, у которых она была, но я сейчас не буду вдаваться в детали, но... Если у них ум настроен на то, чтобы замечать вот эти вещи, они если видят противоречия, они не цепляются, например, к тому, что это оппозиционные полюса. Они говорят, о, это такие вещи, они там переходят одна в другую. Можно вместо одного там взять что-то. Мой научный руководитель Николай Дмитриевич Веракса, он производил такие эксперименты в детском саду. И это очень легко произвести, например. Можно прийти в студенческую аудиторию, спросить студентов, напишите мне список предметов, которые могут быть горячими и холодными. И вот даже у людей довольно молодых, вы можете сейчас сами тоже покопаться сюда там и подумать, что это может быть, у детей, как бы дошкольников это не вызывает вообще никакого стопора. Они сразу говорят, утюг, вода, рука. У них вообще нет проблемы. Они не разводят горячее и холодное, как две несовместимые вещи. И в этом смысле вот такой уклон в тренирование формальной логики, он ведет к тому, что впоследствии как бы вот это дуальное деление становится довольно сильным. То есть вот люди начинают говорить, вот или так, или эдак. Вот эта континуальная вещь или возможность перехода, она теряется, потому что мозг как бы не тренирован. Ты можешь быть или в политике-то очень видно, это очень хорошо как бы в таких медийных разных технологиях используется. Ну мне вот на ум приходит, ну допустим, как описывается украинский конфликт. Ты или за вот этих националистов, или ты за россиян, которые там Крым наш. Ну вот если мне эти другие глубоко не симпатичны, в массовом вот таком пространстве, в логике, которая делит оппозиции надвое и больше там ничего не видит, мне там просто нет места, мне некуда там встроиться. И как бы очень много людей, которые не привыкли рассуждать в ту сторону, бы как бы отстаивать свою позицию в сложной ситуации, они вынуждены, что называется, taking sides. Им приходится, да, они вот эти, наверное, нехорошие, но все-таки они мне ближе, потому что там то-то и то-то. Потому что я не могу сказать, что что-то третье, четвертое, пятое, десятое. Оно там есть на самом деле. И, собственно говоря, сейчас я хочу обратиться к, снова, к статье Аарон Абрамовича, которая называется «Школа ТЭ». ТЭ – это потому что это школа, которая тематического обучения. Ну это такой идеологический слайд, что можно тренировать, точно так же, как мускулы. Вот, я его, наверное, пропущу. Ну, это примерно про то, про что я уже говорила. То есть наша школа, она, нельзя сказать, что она не тренирует, но она тренирует, вот, говорят вот эти бедные куры, которых нам продают, окорочка, что они не могут ходить, потому что у них вот эти мышцы переразвитые, а все остальные как-то, а, наверное, те, от которых нам грудки продают, они могут ходить, потому что у них там грудная клея, я не знаю. Ну, в смысле, вот наш ум, он похож на вот этих изуродованных животных, у которых перетренированы некоторые части тела, из-за которых они не могут адекватно реагировать на ситуацию, скажем так. И здесь есть еще тоже важный момент, я не знаю, буду я на нем останавливаться или нет, то, что, и это правда, и это есть отчасти показано в работах Выгодского, и я это проверяла сама, у меня дипломники делали несколько лет назад такую работу, очень простую, они замеряли уровень интеллекта формального и уровень интернальности, экстернальности и волевых качеств, и там корреляция была, ну, не один, конечно, но там около 0,8. То есть чем у человека более развитый интеллект, тем он, и это связано, конечно, с рефлексивными некоторыми способностями, тем он лучше может контролировать, планировать и адекватно реагировать на ситуацию. В этом смысле то, что вот эти попытки преодолеть, я почему сейчас отчасти тоже против финской реформы скажу, ну, не против, конечно, в смысле это хорошо, что они делают, но вот эта прагматическая часть Дальтон-Плана и в том числе и финской реформы, на то, что это должно быть практически ориентированное знание, она, как бы, опять-таки, вот такое есть пренебрежение к теоретическому уму, хотя уже много раз, как бы, показано, что наилучшее для практики развитие, ничего нет лучше для практики, чем хорошая адекватная теория. Без этого это, как бы, совершенно бессмысленно тренировать практические навыки, если у тебя недоразвита теоретическая часть. И вот эти разговоры про такую ориентацию на какие-то практические навыки, мне кажется, глубоко вредными, потому что невозможно на том уровне, на каком-то, ну, на новом, если мы уже говорим о реформе, невозможно вывести человека на другой уровень практики, если у него мозг недоразвит в плане теории. И советская школа, надо сказать, она была, и советская школа педагогической психологии, она глубоко была озабочена этим вопросом психологического развития. К сожалению, в тени оставался, я сейчас не буду тоже про это говорить, вопрос разного там контроля эмоционального и так далее, но как побочный эффект всё равно при развитии интеллекта развиваются разные рефлексивные техники, которые позволяют в том числе и справляться с какими-то эмоциональными проблемами. Но тоже, опять-таки, специально никто не тренировал. Я не в смысле того, что советская школа была хорошая, так сказать, то есть там формальная логика тренировалась, я в том смысле, что идеологически, скажем, учёные, которые на каких-то передовых рубежах это делали, как Вугодский с учениками, как Давыдов Васильевич, они действительно старались развивать теоретическое мышление в первую очередь. За счёт этого они имели практически всплеск в уровне развития практических навыков. Они не шли от практики. И что предлагается, собственно говоря, в статье «Школа Т»? Она задумана была ещё давно, опубликована в 90-е годы, и отчасти она вдохновлена была тем, что появился интернет, и появилась возможность вообще складывания и собирания знания из разного. И с одной стороны это, конечно, большое благо, с другой стороны, когда это совершенно неорганизованное. И там есть, я тоже не стала приводить метафору, там есть прекрасная фраза, что интернет — это как периметр. Периметр — это забор. А что пишут на заборах, мы все хорошо знаем. То есть если просто как бы идти вдоль забора и собирать то, что там написано, то получится фигня. То есть как раз наличие интернета — это, с одной стороны, ресурс, который можно использовать, с другой стороны, он требует совершенно другого уровня уже организации смыслов и каких-то теоретических операций мыслительных, чтобы им пользоваться адекватно. И в этой связи предлагается опять преодоление вот этого предметно-урочного, здесь урочное, кстати, никто не трогает, организации обучения, но вот таким хитрым путем. То есть сохраняется и предмет, но к нему добавляется некоторая тема, и как бы вот этот урочный промежуток, он получается растянут. То есть я могу, например, взять какую-то тему, ну вот, допустим, вот пример. Но я думаю, что это вот Арон Абрамович, он из воздуха взял и написал, пользуясь своей эрудицией. Но если как бы посвятить этому определенное время, то можно это в соответствии с возрастом и с некоторыми задачами, образовательными, это можно привести в какой-то порядок, там другой. Ну, скажем, вот мы хотим взять тему пирамиды, да? То есть мы изучаем пирамиду здесь, там, ну, на день, да, расписано. На самом деле можно посвятить неделю или две этой теме. И там значительный кусок математики может быть, физики. То есть там Египет, например, с этими пирамидами и с теми устройствами, которые египтяне использовали, чтобы какие-то огромные камни таскать. То есть в этом смысле, в отличие вот от первой цитаты, когда мы от катангенсов переходим к Льву Толстому, и нас тренируют на то, чтобы вот эта предметная логика, ассоциация, она была совершенно не инклюзивной, а эксклюзивной. То есть мы движемся внутри вот коридора, и мы из литературы перескочили там в физику, и у нас литература отключилась, да, или история. Вот такой ход, он наоборот, он сохраняет предметную логику, он ее тренирует, он как бы позволяет вот этот набор ассоциаций сделать на порядке больше. То есть у меня раскрывается сразу такой раструб, где я эту пирамиду начинаю уже по-разному представлять от абстрактного, совершенно геометрического объекта до какого-то конкретного каменного строения, вплоть до метафоры политической власти, где какие-то вещи там сверху вниз и снизу вверх передаются, где есть элиты, там еще что-то и так далее. И, по-моему, еще один есть, ну или вот там призма, да. Ну, как бы я не настаиваю, я думаю, что это было для примера. Мое как бы послание состоит в том, что если учебный план переделать, не отказываясь от предметов на самом деле, а в каком-то смысле даже их сохраняя там в интегрированном варианте, но пропустить через них некоторые тематические такие линии, что сейчас, кстати, в новых стандартах отчасти делается, но там тематические линии, ну уровень абстракции тематических линий довольно высок, то есть это не опускается там до уровня пирамиды, да, допустим, и в этом смысле опять-таки вот эти линии, они на уровне образовательной области как бы прочерчены, и может быть, допустим, в естественно-научной сфере какие-то достижения или в арте они будут, но естественно-научная и арт, они между собой все равно остаются несостыкованы или там с математикой, физикой. И вот сейчас то, что у нас существует в школе, формирование вообще категорий, понятия, это очень важная часть, то есть концептуализация, это один из самых главных инструментов нашей мысли, каким понятиями мы вообще как бы как средствами пользуемся, пользуемся, чтобы думать, понимать и рассуждать. Эта категоризация, она очень сильно такая эксклюзивная, в том числе и потому, что мы приучены внутри предметов весь ассоциативный ряд, я уж там не говорю там про какие-то поиски противоречий или чего-то, он весь у нас как бы выстроен в таком довольно узком пространстве. Но категоризация это всегда исключение, если мы какую-то категорию, какое-то понятие хотим сформировать, то мы что-то туда вносим, а что-то всегда остается за бортом. Но если у меня возможностей как бы больше, то я тогда понимаю, что я делаю, когда я категоризую. Я тогда говорю, я сейчас вот это ограничу и сюда внесу, а в следующий раз, когда мне нужна будет она, эта категория немножко в другом виде, я, может быть, это оттуда вынесу или наоборот добавлю что-то еще, потому что я тогда понимаю, как это происходит, что вот это включение и исключение, оно часть операции. В традиционной такой педагогической науке очень ограниченный такой набор, ну категоризация это одна часть, а вторая как бы это деятельностно-операционная, то есть как мы, что мы с этими категориями делаем, чему нас учат, что сравниваем, опять-таки там поделить или что-нибудь вместе собрать, это так называемый анализ и синтез, хотя там под этими словами много разных действий на самом деле стоит, который мало кто анализирует, очень такое силогистического характера рассуждения, эти доказательства, которые в геометрии, вот сколько я помню, есть единственная возможность попробовать что-то другое, это есть такие теоремы, которые доказываются от противного. Я помню свое личное любопытство, мне это страшно нравилось, что ух ты, как можно, оказывается, вот так. Давайте посмотрим, что вот, то, что это не так, это так. Упс, оказывается, вот так нельзя. Вот это чисто как раз доказательство от противного, это операции с дилектической логики, операции обращения, когда меняем местами полюса, и это единственное, что я могу вот так припомнить из школьного курса, потому что другие диалектические вещи, например, в учебнике биологии, я сейчас про свое, я не знаю, как сейчас в современном стандарте это устроено, но там есть тоже масса, как бы пространства для тренировки диалектического мышления, там рассуждения по поводу процессов ассимиляции, диссимиляции, обмена веществ, окисления и чего там супротив, окисления. Ну, короче, есть такие вещи, которые буквально как бы должны навести ученика на мысль, что вот эти вещи, они не могут друг без друга вообще быть, они друг друга там взаимопредполагают, и они должны вместе, они тесно взаимосвязаны. В итоге все равно как бы в голове, значит, ассимиляция живет отдельно, диссимиляция живет отдельно, фотосинтез еще где-то там, окисление еще где-то, и это не складывается в некоторое системное знание. Я про школу сейчас там, потом, может быть, в университете уже этот системный момент достигается, и то, что абсолютно отсутствует в современной школе, это то, что склонность нашего ума мыслить метафорически и полагаться на некоторые нарративные конструкции, когда нам надо что-то доказать, понимать это, с одной стороны, когда мне морочат голову, потому что использовать нарративные конструкции, это не формальный тип доказательства, мем легко обмануть. С другой стороны, я могу кого-то убедить в чем-то, и мне можно знать эту технику и уметь этим пользоваться, я могу свою аргументацию выстроить в форме рассказа и получить гораздо лучший результат, чем если я просто какую-то там информацию кусками выдаю, и в этом смысле диалектическая логика и ее рефлексия этих операций, все, что с ней связано, она ближе уже к этому полю понимания, которое связано с этим, этого в школе вообще никто не тренирует. Тогда как, если мы бы взяли вот такой тематический срез сквозь предметы, то ну та же самая пирамида, она позволяет человеку увидеть, что пирамида может быть метафорой социальных страт, да, или как-нибудь пирамиду Маслова можно нарисовать, или еще какие-то такие вещи, которые ребенок приучается видеть как не буквально, а как некоторую метафорическую вещь, и он тогда вот эту аппликацию пирамиды к другим сферам он тоже может применить, например, если ему надо. Или если мы там говорим про физику или какие-то концентрические окружности, там потом астрономию берем или еще какие-то вещи, он эту модель тоже может применить. Но в чем как бы разница, когда мы когда мы тренированы формально, мы хотя бы можем нам морочат голову, мы хотя бы можем отследить вот эти логические несостыковки и сказать «ребята, они нас дурят, потому что здесь вот это и вот это не совпадает». Но когда мы не тренированы в использовании нарратива, метафоры или каких-то скрытых схем, которые нам показывают, вот, например, эти концентрические окружности, они не только, они хороши в космологии, но когда нам рассказывают про центры и периферию, они могут быть вредными, а я их не отсекаю, они у меня как схема в голове не существуют, потому что они не отделены от содержания. Тогда как если бы обучение было построено тематически, то мой мозг был бы натренирован уже строить как бы ассоциации и выделять вот эту конструкцию за счет, в первую очередь, математики, но когда в математике живет отдельно, в физике отдельно, в астрономии отдельно, в географии еще где-то там, то оно вместе не сходится и схема не выделяется. А если это как бы в течение недели, например, изучается с разных сторон разными способами, тогда это как бы совершенно другой тип, мы получаем совершенно другой тип как бы функционирования интеллекта. Он по-другому устроен, там репертуар совершенно другой у того, чем можно пользоваться. И в этом смысле действительно, если раньше а, квалификация учителя, что сейчас тоже препятствие, но все равно было огромным препятствием, б, невозможно было себе представить такой учебник, да, или такое задание, которое можно дать ученику, чтобы он с этим справлялся, сейчас при наличии интернета это гораздо более осуществимая и ну реальная такая вещь. Это можно продумать и можно делать, то есть это можно в качестве самостоятельных каких-то работ, каких-то там заданий, каких-то других вещей детям давать. Вот воображение это та психическая функция, которая сейчас в школе вообще никак не нужна внутренняя, просто в принципе. Даже во внеклассной работе, даже когда нужно какое-то там искусство производить на сцене или еще что-то, даже там это все очень в таком примитивном и неразвитом виде. Между тем, это очень важная часть вообще интеллектуального развития и вообще горизонтов определения многих вещей даже не в интеллектуальном плане, а в личностном плане. Вообразить себя кем-то или где-то. какие-то другие вещи. То есть это совершенно необходимая вещь, которую не просто не развивают, а зачастую еще и всячески ограничивают, потому что ну как бы за какие-то фантазии ребенку могут оценки снизить или еще что-то. Вот ох фантазер, такое ругательное слово. Какое он вообще это самое напридумывал фигню всякому. И в этом смысле вот сейчас тоже я не буду останавливаться, но вот здесь тоже сквозь вот этот предметно-тематический такой перекрест еще есть такой, ну не знаю, еще так вот пропустить лучи еще каким-то там по диагонали. очень важная часть этого это методика, которая это преподносится. То есть если вот этот тематический ход в школу запускается через предмет, нереально представить, что пришел учитель и какую-то лекцию читает и как бы просто рассказывает. То есть это приведет снова к тому же самому, это не как бы не не даст того эффекта, о котором мы сейчас рассуждаем, то есть код качественного скачка. То есть вот этот тип организации процесса, он должен связан быть еще с тем, что методика меняется в сторону предоставления больше самостоятельности детям, представления учителя или там взаимодействия учителей разных предметов или появления учителей новых каких-то специальностей, у которых более как бы интегрированные уже там знания в голове, и то, как они это знание будут передавать ученикам. Спасибо.